так снова здравствуйте пацаны на канале king customs как вы просили у нас сегодня видео головка данная головка с мопеда питбайк 140 также это видео подойдет для мопедов альфа дельта полтос 175 вообще любой мопед каповский с этой башкой ну как бы разницы нет что полтос то 125 даже под 139 киум джи мопеды принципе будет почти все то же самое и так я уже не стал снимать ее разбирать думаю любой разберется как все это разобрать вот прежде чем начать ремонт башки мы разбираем моем вот так же здесь резервовалась воскость но ты был предыдущем видео либо в следующем и так погнали ну так тоже вкратце расскажу как разобрать мостел на колпачи можно ножиком либо отверткой скинуть про сухари думаю любой может рассвернула вытащить вот даже если все разобрали не знать как все собрать это видео как раз для вас и так прежде чего мы будем все начинать сначала нам нужно тут заменить клапана ну либо выставляете старые также покажу почему нужно их менять первое что в этой башке был займут клапан его сломала выпускной впускной у нас клапан расклепан вот смотрите видите какая тут ступенька вот в этом вот месте и здесь какой клапан вода выработка такие случаи клапана нужно менять далее по люфтам клапан кстати особо не люфтил направляйте тут живые у нас и сами копана тоже ну как сами-то расклепана ножки как бы живые тут все четко просто расклепался было видать зазор плохой на нем плюс воздушный фильтр не обслуживали вот далее так как узнать какой должен будет люфт ну какой позволить такой люфт может у вас с каким-то можно ездить вот смотрите берем просто клапан начинаем шатать его конечно тут нет никаких точных замеров все на глаз от руки ну даже если хотя бы так соберете будет ездить долго во первых клапан при установке не должен зависать он должен просто под своим весом падать если так снизу подбивать вот точно так вот это должна не прыгать клапана не дай бог где-то заклинивает либо еще что-то вот так вот должно быть видите только царенька попала видать вот далее берем за клапан за тарелку и начинаем шатать визуально люфтов почти не видно но на ощупь и все прям шатать должен быть маленький микро стучок также с этой стороны смотрим выпускной клапан здесь у нас побольше износ видите должна камера заметно из микро ну как уже визуально заметный но даже таких случаях это головку еще долго поездить потому что здесь был удар по клапану видать что-то нарушилась ну и бог с ним это собирается проектный движок у нас так как мне больше нет другой башки а люди написали с ними видео вот и снимаю вот главное что были микро люфты не совсем большие как это было на этом клапане если старую ножку я поставлю она тут вообще болтается смотрите как миллиметр наверно капитан также люфты не проверяем вот так на полность открыт ну вытянутый клапан так естественно будет у нас большой люфт примерно открытие клапана у нас но не буду мерить ну до сантиметрика где-то вот так он у нас открывается вот вот так вот поднимаем немножечко и проверяем маленький шат у нас должен быть это нормально далее у нас идет притирка клапанов как мы будем притирать берем абразивную пасту мелко зернистую в принципе если у вас новые клапана также осматриваем все сначала нужно все зачистить идеально от нагара но здесь я не прям идеально зачистил но все равно достаточно чтобы сюда у нас были все кромки ровные не расклепанный тут все как бы можно сказать в идеале почти почти в идеале также мне не буду здесь ничего все поправлять разворачивать ничего все тут нормас это грубо мотор будет такой проект 1 нет также как мы начинаем притирку подбираем шланг либо вручную можете это делать либо как я дрелью выбираем шланг какой-нибудь чтобы одеть на эту ножку клапана вот у меня есть такая вот трубка шланг мелкий одеваем на клапан ну проверяем чтобы у нас больше четко вот здесь у нас у меня здесь уже разработано побольше подножку этот маленький клапана также зажимаем все это поводу пирельку можно не сильно так чисто даже от руки хватит зажать вставляем клапан и подключаем все вот так надеваем здесь ножку клапана все очень туго вот таким вот образом есть далее врубаем нашу дрельку и смотрим что происходит на дальше далее берем мелкозернистую пасту абразивную вот так на палечку немножко самую малость капельку-капельку и вот так вот наносим на клапан туда во внутрь так сказать снаружи здесь смазать ничего не нужно все наносим вовнутрь расскажу дальше почему внутрь проворачиваем немножко мизера хватит все внутри видите тут у нас даже пасты не видно током все паста внутри включаем нашу дрельку на маленьких оборотах низких пытаемся соосно выставить и вот так понемножку крути покрутили теперь смотрите теперь начинаем вращать иногда подпрыгивать и давать во время прыжка больше обороты и тем самым паста которую мы закидали вовнутрь будет сама вылетать центробежной силой потому что просто имеет свойство самоизмельчаться сначала крупные частички здесь у нас работают потом как мы клапан у нас подпрыгивает даем больше оборотов паста вылетает более свежие и начинается заново процесс смотрите как все идет вылетела вставляем пожестче заново и также проверяем каждую минуту как бы мы тут не протерли ничего лишнего вот достаем наш клапан видите вся паста у нас внутри вот здесь свежая еще но все потёрли совсем ничего берем тряпочку ну либо так пальцем протираем и смотрим появляется ли у нас матовый поясок на клапане чтобы вы не перетерли не дай бог клапана просто мне было канавок видите у нас только-только начинает появляться вот на середине вот здесь фаски такая полосочка черная и так продолжаем дальше останавливаемся все протираем тщательно чтобы никуда паста это не попало не дай бог попадет на ножку клапана хана будет ну конечно если вы все помоете то не будет хана если вы соберете с пастой внутри то ваш мотор проедет от силы недельку так смотрите видно да матовая полоска появилась равномерная конечно она к сожалению не в центре но вот такие у нас запчасти также здесь проверяем все тщательно вытираем обязательно прям хорошенько хорошенько конечно желательно потом промыть бензином желательно даже я сказал вам промойте так теперь смотрим и здесь контролируем у нас также появилась такая полосочка равномерная по кругу четвертый клапан должно так у нас подпрыгивать теперь занимаемся выпускным клапаном который у нас поменьше старый вот новый также ножку можно смазать маслом когда большие клапана я автомобильный здесь в принципе не столь обязательно потому что это смазка так же к ней прилипает весь абразив и может даже обретить вам все то же самое проделываем с новым клапаном соединяем наносим пасту и притираем и так вот клапана у нас притерли блин звонят здесь у нас медный поясок клапана долго притирать не нужно главное не протереть в них каемку выработку далее клапана мы притерли теперь по плану дальше у нас идет установка масосъемных колпачков берем наши новые колпачки пробываем их устанавливать очень легко также не забывайте иногда сначала ставится шайба в данном случае шайба у нас проскакивают через колпачки толстые атмосферные колпачки просто берем руки внутри направляющая клапана и вставляем от руки можно и без никакой смазки можно и со смазкой как хотите просто ставили не видно видно не видно и пальцем давили до щелчка они просто сядут и вы сами поймете как они у вас сели видно да так сейчас постараюсь в эту сторону чтобы вам было еще лучше видно вот смотрите у нас направляющая берем закидываем об уронил ее туда ставим я вот так вот вот видите я ее пальцем сверху держу и просто вдавливаем аккуратно чтобы не расплескать не порвать круговыми движениями можно вот так чуть поводить и все запрессовали теперь берем клапана наши новые теперь мы их обязательно смазываем и вставляем и масло в кадре смазывать тоже нужно очень мало но чуть-чуть можно так макнуть ножку в масло и ставить что-то там попало туда у нас поэтому я говорил лишний раз не смазывайте видите да какая-то соринка уже есть а не соринка надо что там колпачки уже у нас стоят вот да теперь так же второй клапан вставляем и просто щелк никак на автомобиле тут не надо всякими специальными втулками пластиковыми все заправлять иногда приходится так делать в данном случае необязательно все теперь у нас колпана видите сами стоят держат их далее что у нас идет дальше снизу камеру и буду все вам показывать смотрите господа отправим наш свет обратно так что мы имеем головку далее у нас идут шайбы в некоторых случаях их бывают две в некоторых одна вот вот такие вот шайбы так далее закидываем пружинки то есть шайбы закидываем шайбочки обе далее у нас идут пружинки маленькая в центре сверху побольше пружиночки вот видите две пружинки одну и вторую так далее далее у нас идут тарелочки вот такие и сухарики с каждого клапана так сейчас засухарим клапана покажу покажу что дальше делать также если у вас нет рассухаривателя можете использовать рожковый ключ чью-то помощь либо бывает от руки ее даже иногда засухариваю как бы это уже разберемся покажу вам как данный случай можно засухарить берем рожковый ключ накидной и рожковый комбинированный на 14 или 13 поддавливаем сухарики 2 обязательно подкладываем тряпочку в камеру сгорания так как она будет проваливаться и вы не достанете до сухарей вдавливаем вот так от руки и закидываем сухарики можно использовать кстати пинцетик для этих случаев кому как удобно вот вот прям при вас все делаю оп один положили и второй что-то у нас этот сухарик никак не хочет попадать в свое место выдавливаем пальцем вот так просто вот весь и вдавливаем далее вторая сторона закидываем сухарики и засухариваем так лапа проваливается у нас тряпочку туда падает сухарик и галке и такое ничего не буду перематывать вырезать прям вживую бывает с первого раза все попадает бывает нет Вот от руки Потом обязательно Берём этот молоток Маленький простукиваем их Потому что бывает Засухарить и они потом вылетают Проверили Всё чётко Видите? Вот, клапну за сухарин От руки, в принципе, можно прожать Далее Самое интересное Вот здесь у нас Далее нам нужно Поставить Коромысло Пускное и выпускное Также Декомпрессор у нас имеется Так как у нас распредвал От 140 Ну и башка от 140 Далее вставляем наш распредвал Берём коромысло впускное В принципе, они, конечно, очень похожи Но всё-таки имеют разницу Но вы поймёте при сборке Если вы не так соберёте Будет всё видно Далее Вот эти втулки У них имеется резьба Внутри С одной стороны С другой стороны Её нет И вот здесь Где у нас имеется резьба Она направлена К стороне свечи Вставляем направляйку Вот так От руки Вставляем наш коромысло Сначала заводим на клапан Потом на распредвал кладём Вот И всё И вставляем на место оську Также с той стороной Также, кстати, забыл Так, смотрите Не спешим Чуть фэл не случилось Так, сначала доставим обе оськи Резьбой наружу Уже поздно Вот, декомпрессор Так сказать Вот таким вот методом Образом Так, фокусируйся Не вот так вот ставим Не с этой стороны А вот так вот Также нужно будет провернуть Если у вас вот этот штифтик Поднимается Видите? Вот внутри Квадратный Чтобы он был внизу Ставим вот эту штуку сюда Вот так А потом уже рокера вставляем Так, вот я всё собрал Но у нас не влазит оська Потому что Я не распустил заранее Винтики Тоже не забываем распускать Вот Ключиком на 9 Заталкиваем все оськи вовнутрь В эти отверстия Должны быть сквозными Вот Вот и в принципе Всё Головка собрана Далее она будет настраиваться Клапана уже на мопеде Также Крышки Всё протираем Моем Не забываем смазать Или надо заменить резинки Когда надо Там на герметик В принципе лучше купить комплект И поменять их сразу Прикладок Вот Здесь у нас какой-то люк Видите Вот Вот и всё господа Думаю дальше вы уже Разберётесь Крышку там И всё такое Ну и всё Всем пока Подписывайтесь Ставьте лайки Оценивайте А дальше будет видео По сборке этого Мутанта Полтоса На Башке от 140 Колени От 125 И цилиндр от 125 Ну и всё Всем пока